Наука и воображение Представляется, что люди каждый день задавали себе тысячу вопросов. Обычный человек пытался понять, что такое солнце, почему оно всходит и заходит, почему дует ветер, и как можно использовать это в своих интересах, как можно сохранить тепло своего тела, и каким образом можно построить жилище, как сохранить продовольственные припасы и вообще как их добывать. А философы, конечно, уже более обобщенно мыслили и пытались понять, а как устроен этот мир, что лежит в его первоословии, и кто такой человек в этом мире, и в чем его назначение. И я думаю, что вы можете ответить на эти вопросы, когда-то, когда не было никаких приборов, инструментов научных, просто вырубить, а что если вы не силы, вы не решили. И вот, сегодня я узнала, как подкресший меня факт. Оказывается, почему-то, что задерживается столько же капель воды, сколько в одной капельке воды молекул. Представляете, я пока нет. Вот я сейчас стою на берегу моря и пытаюсь в силу своего воображения проникнуть в эту самую капельку воды, увидеть это огромное множество молекул, познакомиться с ними поближе. И у меня появился вопрос, интересно, а сколько миллионов, миллиардов, триллионов я пока не могу за их нести? Так вот, сколько миллионов молекул соприкасаются с моим телом в тот момент, когда я плаваю в этом самом, моем любимом, Черном море? Так как для вас связана наука и воображение? Делитесь, пожалуйста, в комментариях.